Золотистый жареный рис Золотистого цвета, очень вязкий на вкус Нам понадобится вареный рис, яйца, креветки, зелень, лук-порей, соль и так далее Из жареного риса и правда легко сделать много разных вкусных блюд Да, иногда можно решить проблему недоеденных блюд Да, если добавить недоеденное блюдо, можно и приготовить жареный рис и варить рисовую кашу Но сегодня для нашего золотистого риса мы взяли оставшийся рис Мы по-особому его обработаем Так легче жарить различные блюда с рисом Вы особенно подчеркнули оставшийся рис, а не то, что мы специально сварили Да В этом кроется какой-то особый секрет У свежесваренного риса и оставшегося риса при последней обработке схожие ингредиенты Давайте сначала поговорим о недоеденном рисе Я открыла микроволновку, берем затвердевший рис Да, уже высох Ставим его в микроволновку на одну минуту, чтобы он разогрелся и стал рассыпчатым Ставим рис, закрываем дверцу Ставим одну минуту Автоматический старт Разогреваем оставшийся рис, чтобы за счет жара он стал более податливым Разогревать в микроволновке в самом деле удобнее всего Ну а если нет микроволновки, можно ли, например, разогреть на пару? На пару можно, если вам кажется, что парить весьма сложно, то можно немного помучиться То есть можно сразу разбить? Да Побольше потратить времени Минута прошла Хорошо Давайте Вынимаем его Потрогаем, да, немного горячим Стал немного горячим Хорошо Возьмем палочки или ложку Размягчим его Да, разобьем Рис, простоявший ночь, немного засох Затем добавим немного масла Добавляем немного масла А масло добавляем, чтобы увлажнить его? Чтобы не слепался Не маловато, давайте еще Риса много Хватит, хватит Что же такое золотистый? Что такое золотистый? Это цвет жареного риса с желтком Поэтому на самом деле это жареный рис с яйцом Но не рис с яйцом, а рис с желтком, так? Первая часть отличается В рисе с яйцом яйцо получается Рассыпчатым Рассыпчатый рис с яйцом Рис с яйцом – это когда желток обволакивает рис Это также называется позолоченное серебро Рис белый Как красиво, а желток желтый На самом деле взбитым яйцом Да Обволакиваем рис и жарим Да Это отличается от привычного блюда, где рис есть рис, а яйцо есть яйцо Да, это жареный рис с яйцом, где рис – это рис, а яйцо – яйцо А у нас скороговорка получилась Да, получилась, поэтому это и правда нетрадиционный жареный рис с яйцом Что у вас тут? Смотрите, наш сегодняшний жареный рис – класса люкс Мы добавим в него немного креветок Отлично! Услышав блюдо класса люкс, обрадовалась Когда слышу класса люкс, очень радуюсь, такое чувство, что досталось бесплатно Дальше, когда берем креветки, очищенные для начинки или для жареного риса, или для жарки То, что я сделала, очень важно Удалила кишечник, промыла и просушила полотенцем или кухонной бумагой Если этого не сделать, в креветках останется много влаги Неважно, будем мы жарить или использовать их для начинки Креветки будет сложно пропитать приправами Да, правильно К тому же может отлететь кляр На креветках будет влага Поэтому при обработке креветок их нужно обязательно промокнуть Да, теперь немного порежем креветки Размер по вашему желанию Если добавлять креветки, к ним на самом деле особых требований нет, да? Да, верно Если мне очень захочется, я могу и целые креветки засунуть в рис Тогда вы можете придумать более роскошное название Жареный рис поимператорски Чем более роскошные ингредиенты внутри риса, тем более у него звучное название Да, с разными ингредиентами Да, я думаю, рис готов, мастер Юй Откладываем Он стал рассыпчатым Хорошо, креветки порезаны Немного рубим Размер кусочков не имеет значения Придадим им вкуса Слегка замаринуем Иначе у креветок будет неприятный запах Да, слегка Во-первых, чтобы убрать неприятный запах Во-вторых, придать вкус Способ маринования тоже простой Берем немного соли Не очень много Чуть поменьше Затем немного яичного белка Белок нужен, так как креветки слишком нежные, чтобы закрепить их Так? Тоже немного Удержать соленый вкус Затем после жарки они не потеряют влагу Будут более насыщенные Хорошо мешаем в одном направлении То есть при мариновании Мешают в одном направлении Чтобы жидкость быстро пропитала креветки Хорошо Теперь Так же они быстро станут липкими Да, перемешали и отложили Пусть маринуются Давайте сюда поставим Теперь обработаем креветки перед жаркой рисом Сначала маринуем, а потом нужно еще заранее обжарить, да? Да, довести до готовности Давайте Ставим сковороду Включаем на сильный огонь Масло наливаем в горячую сковороду Обжариваем креветки Для сегодняшнего риса яйца заранее жарить не надо Но нам надо заранее пожарить порезанные креветки Да, смазываем сковороду маслом Кладем креветки в кляре и обжариваем Сейчас будем добавлять рис, поэтому креветки нужно довести до готовности Или обжарить, а потом не до полной готовности Да, после обжарки меняется свет Но они готовы Мясо ведь нежное, выключаем огонь Хорошо выкладываем На самом деле креветки обжарены слегка, не пережарены Первичная обработка креветок закончена Закончена Пока откладываем Нам осталось получить золотистость для золотистого жареного риса Отделяем желток То есть отделяем желток от белка Да Мы тут уже отделили чуть желтка Разбиваем, кладем целое яйцо в пиалу Яйцо должно быть свежее, так желток не будет расползаться Хорошо, а затем? Отделяем желток Хорошо Все, вот так Вот так и все Сколько нам нужно примерно желтков? Зависит от количества риса У нас тут большая порция Нам понадобится 6 желтков Нам и правда нужно столько? Сейчас пожарим вот эти 4 желтка с подходящим количеством риса и все Оставшийся рис можно оставить на завтра Ладно, можно приготовить кашу, да? Да Я слышала от одного человека, что он сначала перемешивает рис со взбитым яйцом и потом вместе жарит Это считается одним из основных секретов приготовления золотистого риса Сегодня мы так и будем делать? Сегодня у нас будет более продвинутая версия Потому что так слишком сложно Нам надо запомнить, чтобы золотистый рис не превратился в рис с яйцом Нужно следить за температурой Поговорили, теперь давайте жарить Первое, нагреваем сковороду на огне Это нужно, чтобы рис не пристал к сковороде Потому что у нас и рис, и яйцо могут пристать к сковороде Да, надо подогреть Вот, сковорода нагрелась Выключаем огонь Сковороду ставим опять на плиту Наливаем маслом А почему нельзя продолжать нагревать, чтобы температура масла резко не поднялась? Если продолжит нагревать, яйцо что? Сразу же затвердеет Затвердеет, да Посмотрим еще раз Огонь выключен, а сковорода горячая Сковорода горячая, а масло холодное Дальше налили холодного масла Теперь кладем отделенные желтки То есть нельзя долго ждать между маслом и желтками, иначе масло нагреется Если бы сковорода была горячей, желтки бы что? Затвердили Тогда золотистый рис не получился бы Ясно Теперь быстро кладем рис Сковорода сейчас на самом деле еще горячая Да, положили рис и активно мешаем В процессе помешивания ставим на плиту В ней еще осталась температура На этой температуре желтки доходят до готовности Это хорошо Что теперь мы можем сделать? Включить огонь Потому что желтки равномерно обволокли рис Да, огонь не очень большой Чуть поменьше Продолжим мешать Жареный рис с яйцом от золотистого риса все же Все же отличается Немного отличается И это отличие не связано с самим яйцом Дело в температуре И это ведь и правда И правда не так просто Поэтому правильная температура Ключевой момент в приготовлении этого блюда А до какой степени нужно жарить? До получения аромата и все или... Да, и это тоже Я уже чувствую аромат Нужно почувствовать аромат Я почувствовала Что еще? Рис должен трескаться на сковороде Как бы отскакивать Как бы лопаться Да Дальше что мы делаем? Креветки? Давайте их сюда Хорошо? Вот Еще креветки Мы добавили в них соль и белок Замариновали А потом обжарили Поэтому Сейчас креветки уже готовы Верно? Кладем? Кладите Теперь рис уже начал как бы отскакивать в сковороде Да, начал выскакивать из сковороды Аромат тоже появился Кладем креветки и равномерно обжариваем Дальше мы приготовили зелень Вот, порезанная зелень Да Добавляем К этому моменту зелень лучше всего порезать на мелкие кусочки Да, на мелкие кусочки Морковку тоже можно положить, да? Тоже можно Положили зелень И считай, все ингредиенты мы уже добавили Теперь добавим соли Знаете почему? Вы видите количество И можете понять, сколько надо соли Ясно Поэтому в конце другой причины нет Именно зависит от количества Давайте посолим Это уже по собственному вкусу Да Размешиваем Тут надо обратить внимание на температуру Нужен сильный огонь, чтобы пошел аромат Смотрите, рис отлетел в сторону Это и есть Вылетел из сковороды Да, мастер Юй сказала Если рис начинает отскакивать Значит можно класть креветки и приправлять Обжарили до аромата на сильном огне И сразу же выключаем огонь Но сковороду не убираем Кладем немного зеленого лука Или нежной части лука порея И обжариваем на выключенном огне Чтобы пошел луковый аромат Пошел аромат, да Наш рис готов Выкладываем его в пиалу Придержите сковороду Только и знаю, что вздыхать Сковорода скользит Мастер Юй Вы же меня знаете Не нужно так много накладывать Я не съем Ну вот и ужин подоспел Смотрите Проработали весь день Проголодались А дома ждет вот такой вот рис Вот это настоящее счастье Ну вот Золотистый жареный рис Это не рис с яйцом К яйцу отношения не имеет Дело в температуре Надо, чтобы яйцо обволакивало А не кусочками было Да, это секрет приготовления золотистого риса Отлично Правильная температура Отлично Давайте вспомним, как готовится золотой жареный рис Вначале кладем вчерашний рис в микроволновую печь Разогреваем в течение одной минуты Добавляем немного масла Размешиваем палочками и откладываем Просушиваем очищенные креветки Нарезаем их на мелкие кусочки Маринуем солью и белком Затем обжариваем на сковороде до изменения цвета Затем нагреваем сковороду Выключаем огонь Наливаем немного масла Выливаем желтки и рис Перемешиваем После того, как желтки обволокли рис Включаем огонь Обжариваем до аромата Кладем креветки, кусочки зелени Солим, переводим на сильный огонь Равномерно обжариваем и посыпаем луком Там много яичного белка Нужно его как-то использовать Да, сделаем из него жареную ветчину С яичным белком в лакомых советах Далее мы научим вас готовить Очень вкусную жареную ветчину С яичным белком Вам понадобится яичный белок Ветчина, черный перец, соль, оливковое масло Вначале нарезаем ветчину кубиками Кладем в белок Солим и размешиваем Затем ставим сковороду с плоским дном на плиту Наливаем оливковое масло Выливаем размешанную массу В виде тонкого блина Посыпаем молотым черным перцем И жарим до закрепления формы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова